всем привет добро пожаловать на мой вязальный канал меня зовут светлана в этом видео я хочу вам рассказать о своих продвижениях в тех процессах которые я вязала за последнее время я вязала два процесса которые ну как бы начала вязать и один процесс я немножечко дорабатывала и сейчас расскажу о каждом понемножку так дорабатывала я над вот этим вот изделием это мое платье которое я вязала платочной вязкой платье широкое оверсайз со спущенным плечом сшивную то есть я вязала полочка спинка и два рукава платье оказалось мне немножечко длинновато то есть я разогналась в длину и я решила его укоротить платье я укоротила сшила и уже провела влажно-тепловую обработку все кончики спрятаны что хочу сказать мне не нравится пряжа все как бы задумка вся нравится все в общем-то всем довольна пряжа в общем нет да я знала что я буду как бы зря тратить время что ли но с другой стороны я узнала как у данный силой это изделие данное платье свитер как можно его еще назвать не совсем свитер давно нету высокой горловины смотрится на мне мне понравилось поэтому как бы этот опыт удачный изделие ну может быть и буду дома носить когда будет холодно почему мне не нравится пряжа во первых мне она не нравится да и наверное вас в последних да во первых и в последних ее состав входит так называемая ангора которая не ангора я не знаю что это и она в общем летит 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 везде и всюду и когда ее стирала и все руки были в этом недовольная пряжей пряжа это от вивчари полушерсть в составе получается это 50 процентов акрил и из 50 процентов шерсти там какой-то процент ангора так называемая и шерсть овечье ну вот это вот которая ангора она махер не дамахер она как бы дает такой пушок но вот и летит может быть надо еще несколько раз постирать тогда это будет более или менее лучше но честно сказать то что она вот это вот летит вот это вот мне ужасно не нравится потому что это все в глазах носу и везде то что колется как бы я ожидала это не для меня не удивление пряжа стабильная мне это понравилось то что она более-менее стабильная становится пластичной после стирки до стирки на более жесткая то есть тоже это приятно а вот то что вот это вот летит но не очень приятно сколько ушло на это изделие я не знаю я не взвешивала но как я уже говорила там у меня осталось наверное грамм по 20 с может быть по 15 трех мотков а всего я задействовала сюда 6 мотков то есть ну наверное грамм 520 вот так вот ушло на это платье платье 50 сантиметров ширину ну платочная вязка конечно же под своей тяжестью вытягивается поэтому как бы это тоже стоит учитывать и вот почему я укорачивала изделие но как раз я укоротила и она вот на вот так столько чуть выше колена в принципе я хотела бы еще короче но вот как есть так и будет все больше я с ним ничего делать не буду вот такое вот платье показывать как она смотрится на мне я не буду я уже показывала в одном из предыдущих видео поэтому как бы ничего не изменилось даже длина наверное все рассказала заняло конечно у меня по перевязке несколько дней потому что пока читала пока отмерила чтобы все было одинаково в общем укоротила я ну как бы вот ничего не заметно хотя я укоротила на высоту резинки и резинку уже навязывала сверху вниз и закрытие а тут вот наборной край да вот разница вот в этом хотела закрывать иглой чтобы было похоже на наборной край но пряжа очень сильно пушится очень цепляется в общем не получилось у меня и я решила над собой не издеваться закрыла просто обычным методом закрытия перекидывание предыдущей петли на рабочую да надеюсь я понятно сказал вот такая вот вещь да неудачно я выбрала пряжу вот единственное что но с другой стороны как я уже сказала я посмотрела на результат результат результатом в общем то внешне как это все выглядит я довольна следующая работа над которой я очень усердно трудилась это кардиган для моей дочки так ну конечно вот эти все нитки это все бит портит а значит кардиган в общем то готов сшит осталось связать планки оформить планки и спрятать кончики я конечно тоже очень сильно удивлена сейчас расскажу в чем значит вижу я этот кардиган из вот таких вот ниток больше никогда эти нитки покупать не буду скажу так значит то процентный акрил так и тут это вот сто процентный акрил метраж 100 грамм 220 метров номер цвета 21 серенький это одна нитка а вторая нитка это вот такой вот махер махер на полиамиде и сюда входит ниточка люрекса вот это вот ниточка люрекса ухо на оперативная она выдергивается не провязывается в общем да а а значит связано сшивное изделие связано спинка полочка в точной рукав шит вот он сейчас покажу в точной рукав на этот кардиган у меня ушло больше пяти мотков нет 5 мотков пряжи 5 мотков пряжи вы представляете девочка 11 лет и вот на нее кардиган 5 мотков пряжи кардиган толстенный как пальто ну тут наверное за счет того что узор очень прожорливый к тому же еще и очень неадекватный расход вот это вот пряжи экстра честно я недовольно не довольна результатом мне не нравится вот это вот тяжелость вот это вот какой-то он не такой как бы мне хотелось так скажем но что есть то есть довязывать буду не знаю будет моя дочка выносить или нет потому что ну такой длинненький получается действительно как пальто и вот я никак не могу собраться с силами чтобы связать планку плюс я еще его перевязывала я немножечко глубоковатый вырез горловины сделала поэтому мне пришло а уже сшила было мне пришлось полностью все это расшивать перевязывать полочки для того чтобы сделать горловину другую и опять сшивать так что в общем то я с ним поигралась но смотрится хорошо вот то что вот визуально мне нравится такое вот интересное полотно вот этот пушок от махера тоже замечательно ну вот то что он очень тяжелое прям такое и такое грубое может быть конечно после стирки она будет чуть мягче в общем я не совсем довольна ну буду продолжать уже почти готовое изделие поэтому буду продолжать вязать вот так вяжу спицами номер четыре основное полотно резинки спицами номер три с половиной и полочка обвязывать полочки планкой тоже буду спицами номер три с половиной вот такое вот изделие и то что я вижу вот сейчас активно мне что-то так захотелось его вязать я его вижу это крючковый процесс вот я вам показываю да это я показывала как бы в прошлый раз но еще одно два почти одинаковых полотна почему я так сделала вот одно и там второе почему так сделала я хотела посмотреть сколько у меня серый вот этой вот пряжи хватит или нет по результату смотрю что в общем то и на рукава мне ее хватит поэтому я спокойно себе с удовольствием вижу это пряжа итальянский бобинный меринос это вот один меринос это другой меринос это пушистый это гладенький это зегнобаруфа супер джилон 1400 метров на 100 грамм это 8 сложений это в 4 крючок номер четыре это пряжа и это и это у меня было в работе когда-то изделия носились но потом эти изделия стали маленькие и я распустила эти изделия потому что мне как бы жалко было выбрасывать или передаривать эту пряжу попробовала вязать ее спицами спицами она смотрелась неаккуратно и я решила попробовать вязать крючком крючком мне в общем то нравится что получается такой незамысловатый узор опять же таки решила в точную руку вязать почему-то я прям вот захватил этот в точную руку и вот я вяжу ну почти связала спинку и полочку единственное что мне осталось это я предполагаю спинкой сделать это я предполагаю полочка это вот эту деталь я связала недавно тут мне осталось связать 4 ряда будут формировать вырез горловины тут еще нужно вязать горловину это немножко вот конечно мне бы хотелось закончить кардиган для дочки потому что я могу его закончить и он будет уже маленький а это в общем то подождет но с другой стороны я не хочу его тоже оставляет пока вот у меня есть вдохновение пока есть желание вывязать не хочется его закончить потому что если я его отложу то могу не закончить потому что интерес к вязанию пройдет и все у меня так часто бывает что я загораюсь в день свяжу небольшое или большое потом останется совсем немножечко завершить и все прошло прошел интерес прошло желание его вязать и вообще я не вижу это изделие у себя в гардеробе и я или распускаю или или переделываю под совсем другой ну скорее всего просто распускаю поэтому чтобы не распускать мне хочется вот это вот тоже все довязать вот на этом все мои процессы над которыми я которые я вязала над которыми я трудилась закончились больше ничего не вязала в задумках конечно же есть еще на начинать не хочу потому что если я что-то начну то это отстанется и будет незакончено мне такого не надо я хочу все-таки закончить вот а на этом все всем спасибо за внимание если вам понравилось данное видео ставьте пальчик вверх подписывайтесь на мой канал а мы с вами увидимся в следующих видео всем пока вам